Вчера воевал с депрессией. Друзья подносили припасы. 25 ноября 2016 года, 18 часов 27 минут по трансформу времени и в эфире 530 подкаст от Каннского Ося и компании. Сталсмон, другого выхода нет. Добро пожаловать в очередной подкаст. С вами Женя, Ваня, Ваня и Женя. А еще так же Ваня. Вот, сегодня 25 ноября, так что счета подходят люди. Почему бы вам не скинуть нам в честь праздника в копеечку? Вот, чтобы мы могли. Оплатить сервера. Ты, по-моему, выбрал новый подход. Да. За и блуду. Это наш make it or break it. Или у нас аудитория резко отпадет. Задал бал, он задал бал. Вот, или начнут проплачивать сервера. Кстати, насчет серверов, блин, сейчас расскажу по шустрому, блин, эту, маленькую историю. Я, короче, в Евку тут играю. Вот. Ну, и один из чудиков, он, блин, где он там живет? По-моему, может, в Киеве или еще что-то. Ну, короче, на Украине. Где-то он там живет и подрабатывает там, по-моему, рекламы. Вот. И еще что-то. Да. Вот. Ну, суть до дела, то, что у него какой-то там знакомый попросил сделать веб-сайт. Он там начал, типа, искать а-ля хостинг, все такое. Говорит, а сколько у вас там хостинг стоит? Я говорю, точно не помню. По-моему, сервера где-то там, ну, 22 себе баксов снимаем. Вот, что-то в этом духе. Да, у нас крутящий сервер. Вот. Он говорит, а-а-а, ну, я уже все услышал. Давай я тебе бабки скину, а ты мне хост купишь. Я такой, сижу такой, блин, в чем прикол, блин, типа, а-ля, слышь, чувак, ну, блин, как бы не сложно самому купить. Типа все такое. Он говорит, да нет, я просто здесь на Украине смотрел, там, да, вот примерно в два раза хуже хост, да, выйдет 400 баксов. Откуда не знаю. Возможно, он думал в год. А ты ему сказал 25 баксов. Нет, я ему сказал в месяц. А, тогда откуда у него 400 долларов? Нет, там, там, я, я не знаю, но... Ну, окей, может быть, 33 доллара, бред какой-то. Нет, 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 нет. Но это дешевле. Он там какую-то, знаешь, злую сумму гривен, вот, и этот, говорил, и потом говорит, если перевести это, типа, в доллары, то это там, то ли 400, он сказал, то ли еще что-то там. Знаешь, короче, ну, бешеная сумма такая была, что я сижу такой, ну, где такие цены вообще можно найти? Ну, походу, да, походу, там такая уникальная ситуация, где такие цены можно найти. Не уверен, почему? Зачем? Он может сам зайти и спокойно пополосить. Нет, я вам покажу потом. Просто смешно, что, как бы, знаешь, для обычного обувателя, естественно, там, ищут в локале, все такое, ну, там и... Рады предоставить, знаешь, правильный сервис для правильных пацанов, всего лишь 400 долларов в месяц. Мы вам предоставим. Да. Да, сервак для этого, для PHP, даже новая фича, неограниченные имейл-аккаунты. О, вот. Так далее, он там что-то вычитывал, у меня, короче, объявление, и я просто с ума сходил, там просто, там такой пипец. Нам Сайберкет писал, что-то там он им присылал, он там ходит вообще за 200, что-то там 70 рублей, то есть там, 270 рублей, это что у нас получается на полтине? 5 долларов плюс-минус. Ну, то есть, ну, да. И, кстати, да, большое спасибо тебе, Сайберкет. Вот, у нас, в принципе, за 5 долларов хост тоже есть. Вот, там просто молясь, памяти надо побольше, намного, много больше. Раз так в 10, да? Да. Ну, у нас вся свистопляска как раз от того, что... Мы первую, по-моему, купили изначально не самый дешевый сервер. Как бы мы так подумали, а-а-а, окей. То есть, в принципе, мы можем перевести мы дешевле. Начали искать, да? Не, а там на том же мы все хустим на это, на DigitalOcean. Вот. И, то есть, там самый дешевый сервер, по-моему, как раз долларов 10. Ну, извиняюсь, долларов 5. Вот. Но проблема с этим сервисом, сервером в том, что, как бы, да, маловато памяти там. Сейчас я найду, я вам точно скажу. Значит, да, 5 долларов в месяц, то есть, полгектара памяти, один кор, 20 гектаров, вполне нам, в принципе, хватит. Вот. Но, как бы, да, сервачок может чуть-чуть медленновато работать, и подкасты качать с него однозначно не будут. У нас огромная сумма. Нет, 50 гектар, 60 гектар подкастов. Где-то так. Ха. Вот. Поэтому мы начали изначально, по-моему, здесь более продвинутого сервиса рвака. Вот. А потом еще присобачили к нему... Дополнительный сторож. Ну, да. Вот. Поэтому цена, собственно говоря, из-за этого и выросла. А так, да, можно и за 5 долларов взять там краску. О, он, наверное, вот на это смотрел. 48 гигабайт памяти, 16 коров, 480 гб SSD, 8 терабайт памяти. Трансфер, да, да, да. Нет. Нет, я так... Иначе он там собирается хостить. Ну, как, вот сайт для ветеринара. А. Ну, то и вообще шикарно. Да? Все будет просто летать. Конечно. Ты знаешь, сколько контента от ветеринаров сейчас идет, блядь? Ты думаешь, откуда столько кошечек на ютубе? А-а-а. Это многое объясняет. Ну, как? Знаешь. Ты знаешь, фильм это надо снимать под правильным присмотром. Квалифицированного сотрудника. Да. Вот. Чтобы там, знаешь, чтобы, ну, котика там, самое, морально не повредить. Как бы все-таки суперзвезда, все такое. Вот. Ну, короче говоря, да. Ой, на улице сегодня прохладно, 6 градусов. Вот, поэтому у меня понемножечку насморк развивается. Уже подготавливается к... Ну, да. Ну, да. Снежок падет. Да, да. Так что, вот так вот. Ну, что? Что будет дальше, Валер? Рассказывай, что там у тебя. Ну, что, ездил в Торонто. Я что-то начал скучать по Торонто, если честно. Я так часто туда ездил. Я каждый раз, когда туда ездил, ненавидел Торонто. А сейчас что-то так думаю. О, Торонто. Когда туда приезжаешь, а что там делать? Да, да, да. Вот именно. А там еще дорога была такая интересная. Туда еще ничего, потому что ветер дул в ту сторону. В обратную сторону я реально где-то две трети дороги. Я что сделал? Я встал где-то полмашины за траком. Чтобы прикрываться от ветра. И за ним 110 ехал. Там один такой трак, блин, так... О, он так хорошо ехал, блин. Он, знаешь, он нормально, у него скорость 110, блин. Этот обгонял чуть ли не 125. О, вау. Да. Там, блин, короче, он хорошо шел. Он хорошо шел. Он там просто пипец. Он ему пытался от тебя оторваться. Ну, я не знаю. По идее, как бы я-то его зеркало не видел. Спросил, чего было. Если ты его зеркало видишь, она такая, нет. Ну, значит, он меня не видит. Зайбись. Стал с молодым. Да. Абсолютно, блин, этот... И знаешь, вот интересно, что, блин, только выезжаешь из-за трака, типа там, типа, влевую съезжаешь такое ненадолго. Съезжаешь сразу же так... Ветер, блин, ну там... Такой, блин, ужасный ветер был. Это просто жуть. Хотя нет, ехали мы в понедельник, на самом деле, обратно. Просто жутко было. Туда ехали тоже там, блин. И хер пойми. Отсюда выехали, блин. Нас градом осыпало, блин. Ну, еще градом. Да, так, знаешь, мы только выезжаем. Там тут вроде бы как дождь намечался. Потом как градом как долбануло. Я чуть не офигел. Думаю, ладно, фигня. Мы сейчас его обгоним. Обогнали. В Торонто приехал такой, типа, ну, все. С утра в воскресенье к дантисту. Ой, елки зеленые, ты знаешь. Я, конечно, по большому счету не возражаю, но... Ёпра СД, как она мне прошлась по всему... Чего, по всему? По зубам. Она мне... Глажем, не кастетом. Да я не знаю. Я думаю, кастетом, может, было бы чуть-чуть больнее, но, по крайней мере, быстрее. Потому что она мне там, блин, целый час, блин, работала над этим всем делом. Но, как бы, результат ничего. Самая большая проблема – это то, что где-то посередине она тебе, типа, а, ну да, ну, короче, этот рост полосни. Вот. Только зеркало не смотри. Ну, и, конечно же, когда вам говорят... Делай все, что угодно. Да. Но только, только вот на красную кнопку не нажимай. Вот для меня, например... Вещие двигатели изобрели, да? Да-да. Только в зеркало не смотри. Я такой, чего? Секундочку. Ну, где, знаешь, она посередине работы была, блин, там... О, фух, у меня... Кошмара, блин. Кошмар! Ваня, ты никогда не думал просто... Иногда в жизни делаешь, что у тебя другие говорят. Вот ты вот тупо делаешь, что у тебя другие говорят. Не смотри, не смотри, не смотри через зеркало. Да ты знаешь, у меня как бы на секунду просто мозг такая провеликнула, и голова уже повернулась. У меня, знаешь, до этого она такая... У тебя все нормально, все... У тебя этот... Все нормально, голова не кружится. Ты такой... Лежу такой, думаю, блин, ты все нормально? Че такое? Че она, блин? Че она меня спрашивает? Че она... Че она меня спрашивает? Она меня, походу, там вколола, блин, анестетика столько, что там... Ну, знаешь, типа, верхнюю, этот, а челюсть, короче, все обколола. Ну да. Вон, а такой лежу еще, так знаешь, сам свой пульс померил такой, думаю, ну так, в районе... Я? Я еще живой. В районе 80, нормально. Вот это я называю soft hops. Вот это я понимаю. Знаешь, лежу такой, такой, ну, среднеаритметически нормальный, конечно, он чуть-чуть завышен. Еще такая мысль промелькнула. Наверное, не стоило вчера так бухать. Блин. И вот такой, да нормально все, спокойно. Ну, это самое сердце-то одно все-таки. А, чего? Ничего, ничего. Продолжаем. Ой, я не могу это, знаешь, какой-то, блин, доктор с какой-то... Ну, как бы всяких фильмов, знаешь, прихожих к доктору, который, типа, лицензию потерял. Да, из подворотни. Ничего, дорогие друзья, вы скоро умрете, ну, не волнуйтесь. Блин, доктор Элифси просто, реально. Ну, ничего, она, этот, она мне семь зубов, блин, там, этот, закрыл, так прикольно, нормально сделал. Единственное, блин, сейчас, блин, до сих пор не могу привыкнуть, этот, что, ну, как бы, там, она мне сверху наложила, этот, а-ля, пластик, не пластик, жесткий пластик, что-то в этом духе. Пластидип, я понял. Ага. Откройте пошире, бульк. Ну, этот, короче, я, конечно, понимаю, что оно чуть-чуть, вот, буквально, там, на долю миллиметра плюс-минус, может, на максимум, там, в некоторых районах на миллиметр потолще, чем было. Ну, ёптвое налево, так тяжело привыкнуть, это ужас. Да. Я, ты знаешь, я первые два дня, я вообще такой, а что мне, как, как, как мне вообще это дело, вот, знаешь, вот, как-то мне по себе. Менешь, магазин, покупаешь, знаешь, грайндер. Наждак, да, не, спасибо, но так уже, блин, оно там, обнаждачило мне достаточно, блин, там, фух. Ну, знаешь, она пенечка маленькая. Ну, знаешь, она там, блин, пломбы сняла, ещё чего-то там, блин. Вот, что, естественно, десну немножко задело, я как посмотрел, там, вот, блин. Я буду больше чистить зубы, я понял. Да! Люди, чистите зубы, блядь. Чтобы к этим извергам не ходить. Потому что там, там, да. Может, от ветеринара идут ютубовские кошечки, ну, а от дантистов, блядь, фильмы ужасов от Стоподняка. Ну, интересно, было бы забавно, кстати, знаешь, заснять, да? Да! Угу. Нет. В принципе, был бы популярный. Нет, такой контент, там, баня сразу, там, до 18-ти не рекся и всё остальное. После 18-ти, поздно. Наоборот, наоборот, там, как раз, когда зубы нормальные вылезают ребёнку, сразу показать. Женя, тебе же говорят, сердце-то одно, блин. Ты людям покажешь, у них, блин, сразу приступ будет, и всё. Зато зубы все будут красивые. Угу, при смерти. Да. Какой красавец. Ещё зато удивлён, блин, это самое, на самом деле, так красиво выглядит, блядь, пиздец. Как не моё. Вот, вот, когда люди просили делать видеоподкасты, я думаю, это был бы хороший видеоподкаст. На, опять, на, опять. Что самое интересное, блин, а-ля, 7 зубов, что у нас меня взяло? 240 долларов. Оу. Оу. Шикарно. Ну да, этот, я не знаю, там, чё. Может, она что-то не так посчитала? Вот, ну, я, в принципе, не жалуюсь, как бы. Не жалуйся, Вань. Да. Ну, она там... Жаловаться будешь, если что-то пойдёт не так. А пока... Не-не-не, она, типа, поставила это, говорит, ну, это, типа, временные, но ты с ней можешь ещё, там, месяца 3-4 походить, потому что, ну, там... А что потом найдём? Ну, во-первых, у меня, типа, прикус этот восстановится. А потом она посмотрит, как я эти, а-ля, зубы немножко подотру, типа, ну, от прикуса, чтобы этот был... А потом она на керамику. Да, правда, керамика, там, в разы дороже, а-ля, 350 баксов за. Ну, там уже, типа, а-ля, как она выражается, Голливуд. В стиле Голливуда. Сделаем всё правильно. Керамику, там, этот, чтобы поддёсны, чтобы вообще никто, самый, не догадался, что неродные. А, красота. Вот. Окей. Я не против, посмотрим. Вот, единственное, что у меня сейчас, как бы, так подумал, сколько, ты говоришь, я с ней не могу походить, за епись. Вот, столько и похожу. Я тебе сейчас скажу, ну, ладно, не варю. Не, не, как бы, ничего, мне нравится, как бы, красиво уже, приятно. Единственное, у меня ещё с прошлого раза там немножко десна не зажила. У меня там, оказывается, кусок валялся. Ну, ладно, не буду просто людям. Приятного вам аппетита. Ну, ещё. Так что, было, было просто офигенно весело. У Люхи всё как обычно. Спал я там просто ужасно. Знаешь, иногда, мне кажется, что у некоторых людей есть такое подсознательное, издевательское, блин, состояние. Мне Ольга подсунула, блин, а-ля, типа, ну, там у них кресло такое, типа, а-ля, типа лэзи боя, да? Ну, оно не раскладывается, вот. Ну, к нему приставлена такая большая, блин, подставка, что там чисто теоретически можно спать, вот, под ноги. Ну, просто сидишь, блин, ноги вытянулось, всё такое. Ну, в принципе, достаточно, чтобы спать. Проблема. То, что у них там пол жёсткий, и это подставка на колёсиках. И ещё колёсики скрипят. Китайская пытка, блин. Хуя. И вот ты представляешь, ты якобы, блин, якобы спишь на койке. Ну, потому же, знаешь, такой длинный, а-ля, что ты вроде, шезлонга, там, спокойно. Всё круто, как только повернулся, блин, у тебя половина койки, блин, отъехала нахуй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. И ты ещё пытаешься его, знаешь, в просоднике потянуть обратно, это дело скрипит, на нервы давят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха! О, блядь! А еще самое хреновое Это то, что Чтобы неудобнее спать Ольга постелила Туда этот Такой маленький Мемори этот фом Такой тоненький матрас Тоненький С каждым сантиметров 5 толщиной Что-то в этом духе Тоненький этот матрас Чтобы удобнее было спать Проблема в том, что Когда вот эта подставка Отъезжала Этот матрас падал в промежутке Между креслом и подставкой И ты ногами пытаешься Это дело затянуть обратно А этот мемори фом Он знаешь, типа Бум Пружиной и обратно И обратно Я не знаю, сколько раз Я там проснулся Но на утро Я уже где-то к 5 часов утра Наверное Я уже задолбался Такой встаю Я спать жутко хочу Я вообще Такое ощущение, что не спал Спать жутко хочу Такой, блин Уже злой, блин Думал, где бы найти молоток Эти колесики сломать Вот Ну Потом Лага такой Подумал Слушай, они тут топят Хорошо Замечательно Взял этот маленький матрасик Рядом просто на полу Постелил, блин А сам улег Улегся Вырубился, блин Это что-то 8.30, по-моему Ольга такая А что ты на полу спишь? Здесь холодно, блин Вот, я ж не берется Такой Наверное, в просоне Такой Смотрю, думаю Сейчас я тебе это подставкой У них там вроде это Неск Эти Спален Да Не, ну как бы В детской Лайса спала Вот Ну, в другой Там Мишка Потом Этот Илюха Соль Мне пришлось в зале Спать У них там Лавсит Еще чего-то Там Знаешь Такой полноценной Ничего нет Мораль Мораль Их Вот, например Возьмем мой дом Что у меня в зале Раскладушка В смысле Диван Раскладушка Клак Надо покупать На всякий случай Кто-нибудь приедет Так Нежданно Вот Ну, блин Было жутко Конечно Просто Блин Ох Я просто Это противно Еще, кстати Котилюхе По-моему Моя машина Понравилась Он В воскресенье Вечером Типа такой А, ну вы здесь Начуете Слышишь Это самое Там Ольга Там что-то поехал Давай я твою машину Возьму на работу Я такой Ну ладно Возвращается он Часа в три Ночь Такой Этот Аля С работы Возвращаются Но Он такой Кстати, там бензин Не осталось Не Такой О да Кстати Мне тут надо Заехать к чуваку Я сейчас вернусь Я такой Смотрю дома Не дождусь Его Пойду спать Лег спать Блин С утра Встаю Илюха Такой Идет Блин Горит Блин На двух часах Сна Конечно Хреновый Такой А что на двух часах Он говорит Да я как поехал Блин Покататься Короче Да Часа три Часа три Спустя Я короче Сам Вернулся Ты знаешь Такая прикольная Машина Твою мать Да Блин Я ему еще Как-то ляпнул Что типа Этот Потом куплю Новую А эту Чего-нибудь Он говорит Ну если будешь Росбавляться То это самое Ты свисни Я у тебя Ее возьму Блин Он реально Оценил Все реально Оценили Не Ну С одной С одной стороны Приятно С другой С другой Сторон Слушай Чувак Я тебе Машину Дал На работу Поехать А не По три Часа Там По Торонто Колесить Среди ночи Да Он просто Поехал По своему Любимому Маршруту Да Абсолютно Вокруг С одной Стороны Я его Понимаю Ночью В Торонто Кататься Просто Зашибись Особенно Где-то После Трех Ночью Там Просто Зашибись Не души На улице Блин Да В сравнении И на самом деле Очень даже Такой красивый Город Без летать Конечно В пять Часов Там Опять Начинается Трафик Но С трех До пяти Там Просто Зашибись Да Кататься Поэтому Я Я его Понимаю Это Я бы Сам Был бы Не против Если бы Спать Не хотелось Так Жутко После Той Замечательной Ночи До Этого Короче Было Просто Жуть Весело Мне тут Еще Потом На неделе Со школы Робот Позвонил Причем Робот Жесткий Он Мне звонил Семь раз Подряд Семь раз В смысле Я Я смотрю На телефон Шесть звонков Пропущено С какого-то Номера Я такой Что такое Что случилось Пожар Да Ну думаю Все Блин Кто-то Помирает Все Кто-то Умер Что-то Ужас Смотрю На номер Вроде Локальный Винцеровский Думаю Блин Что за Хрень И тут Он опять Звонит Так Чуваки Подождите Секундочку Мне надо Тут Поговорить Поднимаю Трубку Такое Мы Звоним По Поводу Александры Кандиковой Она 24 Нет Подожди 24 Или 23 24 То бишь Вчера Вечером 24 Ноября Пропустила Четвертый Урок Пожалуйста Позвоните По Номеру И потом Повторять Номер Дважды Такому И Пожалуйста Предоставьте Объяснительную Или Вы можете Предоставить Объяснительную Форму Вписненном Виде По А Бля Такой Окей О Видишь Ребенок Уже прогуливает Походу Я не знаю Я потом К ней подошел Говорю Слышь Что ему там Позвонить Сказать Типа Она говорит В смысле Насчет чего Я говорю Ну У меня позвонили Там Сказали Что-то пропустил Он такая В смысле Я же там была Я такой Знаешь Что Пойдешь Короче Завтра И спросишь Какого хрена Они мне Блядь Названивают А Правильно Пусть сама Разбирается Чувак Меньше чем Через неделю Я вообще Блин Восемнадцать Будет Так сама Будет Выписываться Из этого Господа А Смотри Саш Да Мне еще Неделю Аля Поприкидываться Родителям Да Пусть скажешь Спасибо Что я до школы Довел В первый день О да Я с тобой Солидарен Конечно Задолбали Главное Ребенка Роди На улице Воспитают Короче Весело Еще Еще Там Предлагали Прийти Подобрать Репорт Кар Такой Думаю Какой Репорт Кар Она еще Практически Не очень Не важно Да Главное Что там Еще надо Какую-то Форму Заполнить И подписаться Спросил Лесси Говорю Говорит Я подберу Я сам Заполню Окей Без проблем И подпишусь Тоже Не Ну я думаю Она там За этот Мне кажется За девчонок Там подписывалась Так что Мне кажется Что У меня был вопрос Почему Семейная подпись Должна быть У всех Одна и та же Не Должна быть Мне кажется Потому что У тебя Все должны подписываться Точно так же А ну У нас в семье Кстати сказать Кстати сказать У меня Первый раз Заставили подписываться По-моему Мне было 13 лет Или еще что-то Подпись поставить Я такой Встаю такой Какая подпись Что это такое Нахрена она нужна А потом Встаю такой Думаю Там мама Какие-то загогули Типа Ка нарисовала А потом Какие-то загогули Вот Замечательно Вот с тех пор У меня примерно Такая подпись А что здесь Когда Докопал А это что за буква Ну что не видишь Буква Н здесь А что так Ну На скорую руку Написано А это что такое Д Ну что не видишь Вот это вот здесь В промежутке Вот здесь Вот эта часть Черточки Это Ай А вот это Это типа Начало К А потом Это самое Да Вот здесь Маленький Изгиб Это О Да Да Ну Понимаешь Фактически Полная Полная Блять Фамилия Фактически В размере Трех букв Ну Мне напомнил Историю С этой недели Новость С этой недели Когда какой-то Китаец Пытался Получить Моргидж В В Китае А в Китае Они просят Не только Подпись Они еще Отпечаток Пальца Вот Но он не мог Предоставить Этот отпечаток Пальца Потому что У него Обе руки Ампутированы Вот И да И банк Ему Отказал А ноги Ему На что Кстати Да Я тоже Так Подумал Можно Можно Всегда Я Я бы Просто Блин Ботинок Снял Так Держите Не Додумался Да Этой Блин Пудры Не надо У меня И так Блин Достаточно Сейчас Подождите На пол Вам Наступлю Блин Там Я думаю Достаточно Пыли Соберу Так Что Вот 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 Так Вот Скоро Скоро Начнут Просить Чтобы Еще Отпечаток Пальца Получили Репорт Отпечаток Пальца Чувак Отпечаток Пальца Это же Прошлый Век Ёпти Ну да Технология Везде Доступна Дешевая Так что Теперь Они Могут Внедрять Успешно Да Я Понимаю Но Это Блин К тому Времени Как Она Уже Везде Доступна Она Уже Устаревшая В смысле Это В подкасте Рассказывали Значит Можно Купить Отпечаток Пальца Для Айфона Перчатки Лыжные Что-то Такое Вот И чтобы Не снимать Ты просто Покупаешь Отпечаток Пальца Потом Тренируешь Айфон С этим Отпечатком Пальца Ну точно Так же Отпечаток Пальца Без проблем Так вынимаешь Шмяк Эть Расстаешь Из кошелька Такого Блин Накладку А вот Мой Официальный Отпечаток Пальца Шмяк Я знаю Вы Дурдом Не прав Блин Знаешь Я все-таки С тобой Соглашусь Это просто Сумасшествие Происходит Какой-то Мире Блин Это Это уже Какой-то Блин Там Баразм Третьей степени Блин Да Ну я Что-то Сиркас Десалайк Нет Цирк Шапитум Аксин Слушайте Говорю Блин По-русски Правильно Говори Блин Че Сейчас я расскажу Че у меня было Ой Сейчас расскажу Давай расскажи Как там С празднованием Я ничего Не праздновал Ну как А турку Турку Ну Да Ты же турку Блин Нажрался Турки Да Турки Нажрался Я этот Я И у меня Наконец Обзавелся Я теперь Счастливый Обладатель Нового Старого Айфона Вот Теперь у меня Лопатафон Нового Старого Айфона Да Я Я помню Когда-то Много 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 Подкастов Назад Сказал Что я Никогда Не куплю Себе Новый Айфон Вот И ты В принципе Не соврал Это знаешь Да Вот Ты купил Себе Старый Айфон Да С гарантией Всеми Делами Но Да На самом деле Очень хорошо Чем больше Об этом Думаю Тем Больше Радую Что я Не пошел Не купил Себе Новый Айфон Я и так Не хотел Выбрасывать 900 баксов На новый Айфон А тут Как бы Так Посмотрел Посмотрел И как бы Да Там Никакого Валью Нету Вообще Это я уже Понял Да Все Это Большой экран Это очень приятно Мне очень нравится Новый Айфон Кстати Вот Но На нем Удобно читать На нем Страницы Более так Живо Открываются Так что Периодически Я на нем Даже сижу Думаю Печатаю Чего-то То есть В этом Я не ошибся Но То что Там Будет Процессор Быстрее Или памяти Больше Чего-то Я не вижу Наверное Никакой Большой Разницы Так что Ну Да Теперь Т-три Зато Зато Ютюб Ютюб Приятнее смотреть И этот Играть В игрульку Да Да В принципе Если Ютюб Приятнее смотреть Я думаю Это Огромный плюс Можно В туалете Попользовать Да Однозначно Я себе Купил Убер Корпус Ваня Корпус Структуру Структуру Да Вот У меня Обычный Бампер Вот У него есть Секрет Ваня Как раз Для туалета Подставочка Да Подставочка И можно Так или так То есть Там Под Угла Вот Удобно Поставил Сидишь Смотришь Может даже На пол У него Хороший угол Так на пол Ставишь Смотреть Можно Красота Вот На Тоже На Прошлой Неделе Я Всегда Меня Значит Старая Школа Научила Что Когда Ты Ставишь Новую Операционную Систему Надо Ставить Все С нуля Всегда На Прошлой Неделе Значит Я Настраивал Новую Операционную Систему И Решил Что Apple Вообще Такие Классные Все Продукты Делает Поэтому В принципе Можно Использовать Ихнюю Миграцию Проблема Что Я Мигрировал Естественно С какой-то Допотопной Оси На Последнюю Ось Промигрировал Вот Потом Все Прошло Достаточно Хорошо Потом Я Два Часа Разбирался Почему Не Работает Тайм Машина Она Не Работает Машина Времени Да То есть Там Бэкап Не Работает И Не Работает Вот Он Не Работает Я Два Часа С ним Ковырялся В конце Который Выяснил Почему Он Не Работает Я Починил Пришлось Стереть Два Файла Спасибо Миграции Вот Но Но В конечном Счете Что Произошло Аккаунт Потом Все Равно Наебнулся Вот То есть Он Периодически Просто Напросто Не Просыпался Правильно Так Что Я Вообще Миграциями Никогда Не пользуюсь Но В этот раз Я пленился И подумал Что Ну Уже На данный Момент Люди Допилили Это Была Ошибка Это Была Ошибка Женя Как там По-нагрески Называется Assume You know When you Assume Я Как бы Знаешь Просто Подумал Сколько Сколько Эту Технологию Внедряли Пилили Там То Все Знаешь Должно Сделать Оказывается Что Нет Я Я Подозреваю Что Там Написали Ее Скорее Что Достаточно Быстро И Просто И Скорее Сего Там Нет Версион То Если Например Ты Переходишь Система 10 5 Или 10 6 На Систему 10 12 То Они Как бы Не Видят Что Конфиг Которые У тебя На Старой Системе Ну Они Короче Сделали Что Если Ты Делаешь По Очереди Подряд Все Да Наверное Это Работает Да Вот И То Ты Знаешь По ней Немного Сомневаюсь Ну Неважно А вот Когда У тебя Большой Прыжок То есть Там Нет Никакой Версионности Конфигов То есть Не Смотри Что А этот Конфиг Десятилетней Давности Женя Я знаю Все Про Это Я С Виндовсом Уже Знаешь Сколько Ебался Там Если У тебя Больше 100 Апдейтов То У тебя Шанс Что он Сам По себе Факапнется Просто Растает По геометрической Прогрессии После каждого Дополнительного Апдейта Если Ты Не Апдейтил Полгода То Все Сначала Делай Бэкап А потом Только Выключай Компьютер Или Счастье Или Сожаление Да Так и Есть И Мне Это Дало Огромную Надежду Что Операционная Система И файлы Никогда В смысле Операционная Система Доступ К Операционной Системе И Текст И файлы Никогда Никогда Не умрут Никогда Вот Потому что Это такой бред Это полный бред Потому что Накатывать апдейты Понемножечку И следить за системой Это Нереальная Нереальная Маза Вот Так что Интересно Вот Расскажу Немножечку Про козлов Из них Хорошее мясо Было бы Так здорово Если Из них Получилось бы Хорошее мясо Вот Ты знаешь Я тебе могу Сказать только одно Если Если У тебя Когда-нибудь В жизни Появится Желание Заняться Вандализмом То У меня Есть для тебя Кандидат Периодически Есть У меня Есть Кандидат Не то Чтобы я Что-то По этому Поводу Делал Когда-нибудь Ну Если Ты захочешь Когда-нибудь Что-нибудь По этому Поводу Сделать У меня Я никому Не скажу Вот Сосед У меня У меня Сосед Рядом Со мной Живет И Я как-то Он Вообще Редко Когда Где Появляется Единственное Там На своем Ездят Ауди Какая-то Р6 Или Клевая Ауди Типа У меня Есть Деньги Но На самом Деле У меня Эх Нет Ну И Харли Дэвидсон Свой Забой И Походу Он Один Потому Что Он Никогда Не Видел Чтобы Там Две Машины Были Или Еще Чего То И Никто Никогда Не Выходил За Вот Я Как бы Наш Я С работы На работу С работы На работу И Я никогда Его Как бы Не видел Ничего А Моя мама Там С ребенком Днем Гуляет И вот Интересно Сейчас Как бы Осень Уже Почти Прошла И Листопад Закончился Короче говоря Это Пидорас Не Пидорас Гандон Что Он делает Пока Все На работе Днем Он выходит Начали Листу К соседям Сдувать По большинству Ко мне Интересно Вот Моя мама Пошла С ним Поговорить И он Ее Скажем Так Мягко Направил В нужном Направлении Чувак Тебе Знаешь Что Надо Купить Да Дрон Что Мне С дроном Делать Ну Как Над Газоном Летать Охуенная Идея Блять Да В общем Подкасте Нам Показывали Как Убирать Листья Ох Гениально Действительно Надо Быть С дроном А Листья Улетели Но Это Дрон Это Не Факет Да На самом деле Я Проэксплорировал Несколько Опций И потом Я думаю Мне Надо С тобой Исследовал Точно Несколько Идей Вариантов Или Что-то В этом Да Мне Надо С тобой Поговорить На Тему Камер Вот Потому что Я Изначально Не планировал Ставить Никакие Камеры Слежения Дома Потому что Там У меня есть Абсолютно Клевый Стикер Для Да Это Не Камера Да Вот И В общем Да Мне Придется Чувствовать Потому что Ну Знаешь Сначала Сначала Тебе Будут Листья Сваливать Потом Тебе Будет Снег Сваливать Ну Знаешь Прогрессия Такая Вот Походу На него Можно На самом Деле В полицию Позвоните Пожаловаться Вот Но я Подумал Что Нужно Иметь Фуррич Фуррич Да Ну То есть Это Не Кстати Не Забудь Поставить Самые Маленькие Значки Что Это Что Этот Дом Да Там Есть Видео Сервейланс Такое Типа Ну Так На Всякий Случай Что Если Что Вон Табличка Тебе Написано Блять Здесь Камера Работает Камера Записывает Посмотрим Вообще У меня Это В процессе А как могу Посоветовать Я тут Кстати Сказать Случайно Подработку Немножко Сделать Ну С камерами Нет Короче Пока Был в Торонто Мне там Что-то Сорвался Телефон Тоже Блин Звонил Два Дня Подряд Я приехал Сюда Опять Звонил Тоже Самое Номер Такой Блять Кому Там Еще Че Надо Понимаю Трубку Такой Алло Ой Иван Да Здравствуйте Да Короче Эн сказала Что тебе Надо позвонить Эн Ну да Да Я такой А А что Случилось Ну у меня Проблема Короче У меня У меня Такие Проблемы Она говорила Что ты Что ты Хорошо Блин Все Все Настраиваешь Короче Сам Не можешь Подъехать И такой Нет Для нее Все-таки Надо Блин Наверное Там Что-то С компьютером Еще там Жуть Какая-то Блин Там Ее Ее Сестра Там Типа Она Типа Знаешь Я Сестра Эн Все Такое Думаю Так Понятно С этими Лучше Этой Лучше Помочь Вот Ну Никогда Никогда Не знаешь Когда Понадобится Хорош Хороший Криминальный Адвокат Вот Ну Или Скажем Даже Один Из лучших Вот По крайней мере В Онтарио Такой Думаю Заебись Поехали Сел Такой Думаю Все равно Я вздумываю Надо Поехать Поехал Она Мне Конечно Там Благо Она Сначала Адрес Прислала Потом Начала Писать Как До нее Доехать Потому Что Если Я Слушал Как До нее Доехать Я Никогда Не Доехал Но Google Мап Все Таки Помог Подъезжаю Знаешь Есть Такие Заезды Где Там Я Типа На Драйвей Смотрю Вот Вроде Драйвей Подожди А Чем Ходит Влево И Почему Он Дугой О Блядь Подожди А Это Все Ее Дом Вот Это Все Это Есть Дом В Смысли Личный Ее Дом Понятно Понятно В какой Мы Этот Нейбрхуд Значит Этот Как В какую Сторон Виндзора Мы Заехали Замечательно Заходим Но Дом Естественно Там Дому 100 лет Все Естественно Из Сделано Из Дуба Все Там Отделано Под Нет Она Такая О Да 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 Кстати Сказать Кстати Сказать Пойдем Ну Вот Сейчас Пойдем Короче Бейсмен Спускаюсь Башкой Естественно Ударился Потому Что Старый Дом Как Как Там Больше Чем Полтора Метра Будет Высота В Проходе Где Нибудь Я потом Показываю Ну Вот Смотри У меня Короче Здесь Есть Кожико Да Вот Кабельное Телевидение У меня Здесь Есть Apple TV У меня Здесь Есть Smart TV У меня Здесь Есть Еще Это Все Подключено Вот К Этим Вот Колонкам Которые Конечно же Врезаны В стенку Как же Без Этого Там Типа Знаешь Там Короче С виду В стенке Там Какие-то Знаешь Такая Решеточка Такая Еле Заметно Еле Выделяющаяся Вот Врезана Так Знаешь Вообще Под стенку Так Сделано Так Красиво Пипец Там Такой Сетап Что Там Ну Все Что Можно Купить Она Походу Купила В смысле Она Проблема Началась С того Что Она Netflix Купила Потому Раньше У нее Был Американский Netflix Но Потом Перестал Работать Она Купила Канадский Netflix Сейчас Она Платит За Оба Netflix Почему Ни Один Не Работает Вот И Потом Она Говорит Тут Приходил Техник Он Позвонил В Samsung Потому Что Телек У нее Samsung Вот Ей Конечно Объяснили Как К Netflix Подключиться Через Их Какой То Там Смарт Хаб Или Еще Чего То Ну Еще Что Надо Купить Не У У Них Телек Это Смарт ТВ Там У Ебушная Версия Raspberry Pie Андроида Стоит Я Так Туда Посмотрел Говорю Что Копался Копался Я Не знаю Минут Двадцать Наверное Копался Я Такой Сижу Она Ушла Я Думаю Блин Что За Хуйня И Что Здесь Происходит Вообще Что Здесь Происходит Такой И Что Она От Меня Хочет Такой Она Возвращается Ну Как Я Говорю Да Все Разбираюсь Только Вы Мне Покажите Что Вы Обычно Делаете Ну Вот Смотри Вот Видишь Пульт Управления Достает Лоджитек Это Самое Какой Пульт Управления С Тач Скрином Офигеть Ага Вот Говорит Ну И Вот Тут Есть Кнопочка Activities Вот Нажимаешь Что Типа Че Поделать И Тут Вылазят Кнопки Да Посмотреть Это Кабельное Телевидение Посмотреть Apple TV Посмотреть Этот Еще Чего То Там Такой Так Понятно Программируемый Ремонт Который Подключается К какой-то Хуйне Который Переконфигурирует Эти все Входы Выходы И так Далее Саепи Сейчас Будет Пиздец Ничего Говорю И Че Случилось Ну Вот Сейчас Смотри Кабель Вот После Как Мы Поставили Все Это Дело Кабель Короче Не Работает Вот И Ну Я Самсунг Позвонили Там Что Там Сказали Я Говорю Заебись А у вас Есть Apple TV Она Говорит Да Я Там Еще Это Смотрю Вот Это Я Говорю А Ты На Apple Не Хочешь На Apple TV Не Хочешь Netflix Посмотреть А Что Там Можно Да Да Можно Ой Это Будет Замечательно Ты Можешь Даже Это Сделать Я Говорю Да Я Это Могу Абсолютно Я Я Эксперт Я Да Как В том Видео Я Могу Дайте Я Сейчас Посмотрю Короче Настроил У нее Реально Три Кнопки Типа Кабель Типа Apple TV И Телек Типа Вот Замечательно Она Говорит Ну и Как Теперь Я говорю Ну Как Смотри Представь Что Это Твой Apple TV Ремоут Да Лево А как Выходить Я говорю Ну как Посмотри На этот Ремоут Тут написано Меню Посмотри На этот Ремоут Здесь написано Меню Действительно Я говорю Да Действительно О Заебись Залогинил Так О Подожди Какой пидорас Смотрел Нифоманиак Под моим Аккаунтом Надо будет С мужем Поговорить Ну да ладно Слушай Вроде все Работает Что я тебе Должна Я уже Такой сижу Такой Блин Знаешь Там уже Чуть больше Часто прошло Я такой думаю Блин Надо съебать Б отсюда Блин Чтобы больше Не видеть Ну как бы Я Двести бакс Не Не Я такой Не волнуйся Блин Это самое Короче Двадцать бакс Все такое Все нормально Все нормально Ну знаешь Мне главное Чтобы Сестра Эн Чтобы Тоже Хорошим словом Обмолвилась Чтобы Если вдруг Сейчас у меня Есть две сестры У которых Есть брат С которым Я хочу быть Очень в хороших Отношениях На всякий случай Вот Она такая Чего Подожди Секундочку Ой Слушай У меня Короче У меня только Пятьдесят баксов Ну я не знаю Давай я съезжу В Айтем Я такой Этого хватит Не волнуйтесь Ну то бишь Скажем так Час Может Десять Скажем Спустя Я оттуда Выезжаю Ну блин Этот сетап Это ужас Это мрак Немеренный Там все Смарт Все там Настолько смарт Что я не знаю Как эта хрень Вообще вместе Работает Но каким-то Способом Я ее настроил Мне периодически Нам телевизор Когда этот Отдали Нам пульт Не отдали То есть у нас Этот телевизор Тошиба Или что у нас там Стоит Я не помню Вот Но пульта От него-то нет Я периодически Думаю Блять Как бы было Классно Если бы у нас Был бы пульт От него А зачем У нас есть Один пульт От Apple TV Да Когда Apple TV Выключается Единственное Если не прикольно Чтобы тебе включить Телевизор Тебе надо подойти И нажать Не Чувак Знаешь На самом деле Хорошо Я не совсем уверен Как эта хрень Вообще Вместе работает Потому что Там все Настолько Смарт Что там По определению Не должно Друг с другом Работать Как бы Эти Эти хрени Они по определению Друг с другом Не должны работать Они чересчур Блять умные Вот Ну каким-то Макаром Во-первых Этот тачскрин Работает Охуенно Я не знаю Сколько этот Ремонт Стоит Но должен стоить Охрененно Потому что У него там Есть голосовые команды У него есть тачскрин У него там Просто пиздец Вот И причем Ты там Знаешь Реально Когда я настроил Это До тупости Просто Нажимаешь кнопку Activity Посмотреть кабель Он переключает Колонки На кабельный бокс Он переключает Этот Типа Тиви Вывод Этот Туда Через HDMI На телек Теперь посылает Этот Кабельный То что Кабельный бокс Играет Он Включает Телек Он Выключает Все остальное Он даже знает Как Блин Саппл Тиви Блять Работает Все Знаешь Что бы у тебя там Не работало До этого Он это дело Отрубает Другое подрубает В смысле Я реально видел Как этот Блять Коджико бокс Он Когда ты его С него Типа Переключаешься Он Он Выключается Ремонт Посылает Туда Сигнал Типа Выключить Знаешь Там Фанси Просто Пиздец Как его Настраивать Ума Не приложу Потому что Там 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 Жуть Какая-то Ну Ничего Каким-то Макаром Что-то Тебе Я натыкал Вроде Ну Плюс Минус Знаешь Чувак Я немножко Сначала Подумал Хуйня Война Сейчас Погуглю Забей Естественно Все Пропрайтеры Технологии И так далее Нахрен Не важно Не open source Тебе Да Благо У меня С Как бы Закрытыми Технологиями У меня Опыт До хрена Поэтому Ничего Разобрался Там Понастроил Я настроил Что-то Будет Логиниться В этот Лап Все такое Запускать Заебись Ну и Где-то Там Знаешь Скажем Так Чуть Больше Часа 50 Баксов Вот И Еще Один Большой Бонус Это То Что Я От От Не От 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 Знаешь Только Поворачиваю Проезжаю Один Квартал На Светофоре Такой Стою Глаза Поднимаю Вывеска Бирстор Поворот Вы говорите У вас тут Пиво на Скитке Заебись Пух Ужас Ну Блин Весело Было Ты Знаешь Все Таки Вот Это Жизнь Жизнь Людей Которые Там Зарабатывают Это Просто Жуть Это С одной Стороны Как бы Умиляет С другой Стороны Это Она Уже Походу Там Одного Или Двух Принет Аля Техников Вызывала Эти Техники За Ни В Самсунг Звонили Еще Чего То Они Они Этот Пульт Не Смогли Настроить Я Не Удивлен На Самом Деле Потому Что Инструкции Я Сам Нигде Нахуй Не Нашел А Умный Пульт Он Должен Сам Настраиваться Ну В принципе Да Чем Больше Тыкаешь Чем Больше Не Чего Тыкать Жень Там Есть Глазовые Команды Я Уверен Он Так Поймет Самая Большая Проблема Была То Что Телек Типа Аля Умный Телек Как бы Хорошо Я Добрался Ваня Ты знаешь Вот нам Выкинули Телевизор Мы его Подобрали Я Его Менять Не Собираюсь И не Меняй Женя И не Меняй Скажу Даже Больше Если Будешь Думать Даже В ту сторону Чего-то Покупать Покупай Просто Монитор Да Отдельно Знаешь Тебе Нужен Красивый Экран Купи себе Отдельный Красивый Ёбаный Экран Не надо Не надо В телек Не надо В телек Пихать Блять Вайфай Карту Этот Как он называет Андроид Бокс Еще чего-то Еще чего-то Блять И стиралку туда Тоже засовывать Не надо Вот А сушилку Чтобы можно было С этого универсального пульта Даже дрочилку не стоит Понимаешь Купи отдельно Это 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 Заведомо Блин Хреновая идея Потому что Все производители Они Думают Что Вот если ты только Наш Телевизор Купишь То у тебя будет До хрена Чего Ну какой же Нормальный человек Который тратит Скажем так Пять тысяч Баксов На телек Да Покупает Только Один Телевизор Они же Купят все Что есть в магазине Что у вас есть подороже Телек Беру Колонки Беру Что это такое Какой-то центр Беру Что это такое Культ управления Беру Он с тачскрином Понимает Голосовые команды Заявить Беру Сейчас я еще Вызову Блин Десять человек Чтобы это все Вместе соединить И при этом Блин Придется все-таки Одиннадцатому Звонить Чтобы он Наконец-то Это все Дело настроил Кстати говоря О умных вещах Я эту неделю Всю эту неделю Тихонечко Перевозил Умный термостат В Канаду По запчастям Ну да Вот Короче говоря Вчера Я наконец-то Вырвал свой Программируемый Термостат Вот И поставил Сам проинсталлировал Умный термостат Оказывается Это просто Немеренное занятие Ты должен спуститься В бейсмент Или где у тебя Стоит эти Брейкеры Как называется А Ну этот Да Рубильник Рубильник Да Выключить Короче говоря Обогреватель Вот Потом Подойти Оторвать термостат Там они Оказывается Реально Просто Отрываются Все Походу Насколько я понимаю Вот Потом Открутить Пластмассовую Тарелочку А Кстати Обязательно Очень важно Проводки Пронумеровать Вот То есть Там на них Наклеить Знаешь Этикетку Что это за провод Вот А потом Прикрутить Другую Пластмассовую Тарелочку К Просто К Драйволу Ага Вот И потом Воткнуть провода Опять же По этикеточке Этот В этот Идет Этот В этот Идет Этот В этот Идет И потом Врубить Ну а цвета Конечно же Не сходится Чего Стены и тарелки Кажется Нет Проводов Нет Там Хрен знает Если честно Там их бывает 5-6 Иногда 12 Ага Ну правильно Как бы С тремя цветами Блин Разберешься Ну да Много цветов Да Уже начинает Детонизм Когда больше Трех Там Пиздец Не разберешься Короче говоря Я проинсталировал Термостат Термостат Нест Я подумал Что у всех Нест У меня будет Тоже Нест А Ты его К интернету Подключил Ну естественно Как там Избежать Этого нельзя Ну да Как Ты знаешь Я думаю Что он Не стоит 250 Долларов Да То есть Я когда Подценил Все настроение Я как бы С Нестом Особо не игрался Я так посмотрел Статьи Там Про Почему стоит Покупать Умный термостат Как бы Доводы хорошие В основном Экономия денег Естественно Это основной Довод Покупать Умный термостат Потому что Программируемые Термостаты То есть Проводили Исследования Опять же Зависимые исследования Провели Вот И Как бы Вся идея В том Что Тупые термостаты Они всегда На одной температуре Программируемые термостаты Ты можешь поставить На разной температуре На две температуры Три Я понял А Это уже Три варианта Да Но проблема С программируемыми термостатами Что их никто Никогда не программирует 90% населения Не программирует Термостаты Я попадаю В 90% У меня был Программированный термостат Я не знал Как им пользоваться И разбираться Мне было Еще меньше Хотелось Чем Знаешь Им пользоваться Вот И да Суть Ты знаешь Я сначала Настроил Под свой график Этот Когда работал Вот И оно работало Даже ничего Ага А сейчас Я так подумал Что я по большому счету Дома Я нашел там кнопку Держать Температуру И Поднять Да Температуру На нормальную Комфортные 24 градуса Тепла Пиздец Вот И да А нет Когда в Торонто Мы уезжали Я опустил Это дело На 18 18 Могу До 10 Довести Вот Ну не важно И я поиграл С термостатом И скажем Помимо Пары Маленьких Интересных Вещей Да Например Когда ты используешь Кондиционер Он у тебя Продувает Радиатор После того Как кондиционер Выключается Вот То есть он как бы Меньше Кондиционер Использует Потом По-моему У него там еще есть Он адаптирует Значит Температуру В зависимости От Источников Например Если там солнце На него светит То есть он Автоматически Такой А окей Просто солнце Попадает в дом Но не факт Что нужно остужать Больше чем нужно Вот То есть Потому что термостат Он же сам меряет Измеряет Насколько он Нагревается Правильно То есть Если на него Попадает солнце То он Разогревается Больше То в итоге Он начинает Охлаждать больше Но кому-то надо Вот То есть там Есть такие Пара примочек Ну и плюс Он наш Типа там Большой экран Там можно Вывести Погоду Вот Ну и сейчас Подключить к интернету Сегодня на улице Пиздец Оставайтесь дома Да Вот Единственное Мне понравилась Большая плюшка С этим термостатом Это как бы Знаешь После Типа Удешевления Твоего счета Большая плюшка С термостатом Заключается в том Что там Можно оказывается По времени Просто поставить Продувать Вентиляцию Обычно С обычными термостатами Ты включаешь Дуть Не дуть Дуть Не дуть Все У него два режима А так С этим термостатом Ты можешь Притискать Дуй полчаса Пока И он просто Продувает дом Тупо Для меня Это большое Дело Потому что У меня Например С ванной Дом построенный По старым стандартам С ванной Не идет Вытяжки На улицу Она идет В этот Наверх В крышу В чердак А вот То есть Если я принимаю Душ То вот эта вот Вода Все это В душевой Остается Или мне надо Высасывать чердак Что тоже Не очень хочется В итоге Можно выйти И сказать Те термостат Продувай полчаса И он начинает Просто воздух гонять По всему дому Вот Так что Да Вот Но да Нет Нест Нест Я считаю Что он действительно 250 долларов Я бы ему дал 200 баксов И то потому Что они его сделали Приятным К использованию Это на самом деле Это очень большой фактор Если это на самом деле Очень В смысле Не очень А вообще Если это вдруг Приятно использовать Нест это Фактически Близко К классическому Аплу То есть Он туда-сюда Крутится То есть Как айпад Такое Колесо Такое Огромное О да Эргономик дизайн Да И он нажимается Так приятно Туда-сюда Ходит Вот То есть Ради этого Я бы И естественно У тебя Это Brushed Как называется Не алюминий Я не знаю Если это алюминий Или это Нержавейка То есть Он такой Приятный Знаешь Берешь его Когда крутишь Такое Знаешь Создаётся ощущение Что это Качество Все это Хуета полная Там просто Качественное покрытие Да Там просто Сопротивление стоит Поэтому Когда крутишь У тебя Сопротивление Создаётся Что ты Типа Что-то там Такое Существенное Двигаешь Да Но Приятно Но Допустим Вот это Продаётся Сейчас Лучший термостат Умный Продаётся По-моему Там Я не помню Называется Би Что-то такое Вот По-моему Он намного Более интеллектуальная Вещь Вот Но там Опять Знаешь Экран Тачскрин Жми Что-то Не знаю Знаешь Там просто Более Такого Вот Для людей Ты имя Что-то сделала Не Для инженеров Просто Трогать Приятно Вот и всё Вот Я когда прохожу Мимо Но у меня Как бы Всё в проходе Поэтому Иногда Просто Постоишь Покрутишь Просто потому Что его Можно покрутить Вот Какая Замечательная Логика Да Постоишь Покрутишь Я думаю Оно того стоит В смысле Бля Человечество Я тебя люблю Бля Человечество Вот Но Да Я Я с собой Очень доволен Я не спалил Ни одного Предохранителя Также Не спалил Печку Или Кондиционер Но У меня уже Есть следующий Проект Как Можно Что-то Спалить Ну Я собираюсь Менять этот Водонагреватель И он будет Просто замечательный Проект Потому что Там будет Первое Шанс Затопить Весь дом Второе Взорвать Весь дом Это уже звучит Многообещание Так что Так что Вот Ладно Финальная Финальная Шняга Которая На работе Вот Я уже Этот Три дня Пью И как-то Не помогает Поэтому Подумал Короче говоря Дядя Миш Я совсем Забыл Еще Еще Одна Причина Почему У меня Телефон Срывался Пока Я был В Торонто Это Миша Звонил Какой Миша Твой Миша Ну Пожалуй Я подожду Своем Дизе Миши Пожалуйста Микрофон Весь Ваш Сэр То что Двоюродный Твой Брат Да У меня Еще Только Один Двоюродный Брат Я знаю Да Названивал Он Днем Ночью Я сначала Думал Ну Вадим Уже Не умер Во-первых Начал Он звонить Как бы Сначала Позвонил Я по-моему За рулем Был Въехал В Торонто Приехал Туда Забыл Ему Перезвонить Думал Ладно Потом Он опять Позвонил У меня Наушники Где-то Лежали Хрен знает Где Еще чего-то Думал Ладно Потом Я ночь Не спал Он с утра Позвонил Я такой Блин Не до тебя Сейчас Потом Я пошел К дантисту После этого Явно Не до него Был Я еще Не научился Говорить После этого Нормально Вот Ну Мало того Что у меня Там Верхняя губа Была Просто Опухшая Как будто Она мне Реально Кастетом Дала Хотя В принципе Возможно Было бы Понятно Неважно В итоге Я уже успел Виндзор Приехать И он Звонит Видимо Что-то Случилось Стоподняк Хорошо Где тут Наушники Я Знаю Я только Сторонто Приехал Я такой Ставший Блин Убитый Знаешь 110 Блин Тащился За этим Траком Блин Так Ну По крайней мере Знаешь Здоровье Не сносило Потому что Если За траком Не прятаться Было То Там Реально Машину Блин Чувак Я видел Как у меня Капот Вырывался Сантиметров На 5 В смысле Он реально Вырывался Из машины Там такие Порывы Так он у тебя Алюминиевый Вань Да Но там Порыв ветра Под машину Ну да Так что Блин Он У меня Реально 5 сантиметров Капот В смысле Вся остальная машина Сам Который Открывает Он Пытался Оторвать Его Ну да Он алюминиевый Я понимаю Жень Ну блять Из-под машины Машину Машину Вообще Выносил На пол Линии Либо туда Либо туда Там вообще Блин Поставь туда Знаешь Да я знаю Не будет Ну да Я думал Пару мешков Блин Соли В багажник Засунуть Ничего Вот Ничего Приехал Винзор Блин Убитый Блин Ладно Мешки опять Ага Надо ему позвонить Блин Там что-то Реально что-то случилось Алло Что случилось О Ванно Короче Там Дело есть Короче Я сейчас Это самое Твой номер телефона Одному человеку Дам Он тебе Короче Введет в курс дела Какому человеку По какому поводу Ну Дело По Выплаты долгов Телекоммуникаций Каких телекоммуникаций Ну Понимаю Что бизнес Есть такой Вот Ну Короче Это Этот чувак Лучше объясняет Короче Это круто Так Подожди секундочку Дай-ка я угадаю Цель друзей Сажаешь на какой-то там Да Ага На телефон Тебе бесплатный телефон Идет Это самое Потом процент От их Того что они там Тратят Все остальное А А ты что Уже с ними говорил А Чувак Спасибо Я Я уже примерно В такой был Не Ну я действительно Жил тогда Ходил Спасибо Для меня Нет Чувак Это реально Не мое дело Я к ним ходил У них Там Да Ну это Реально Не по мне Не Я так Не могу Это самое Такой Блин Еще блять Мне пирамиды Не хватало И вот Знаешь Это человеку Надо было Блин Знаешь Причем Звонил Ну продавайте Естественно Не я понимаю Жень Я не знаю Он просто звонил Столько раз И в такое время Это то что Знаешь На самом деле Я очень расстроен Твоим ответом Потому что Я знал Что он тебе Позвонит Вот Но я надеялся Что ты ему скажешь Что-нибудь Типа Все это Поебень полное Вот А ты В общем Купился И Я очень надеялся Что ты этому скажешь Потому что Теперь Он мне все еще Звонит И теперь придется Мне что-то говорить И я не уверен Чего говорить И как это Предоставить В такой Доходно Мягкой Понимающей Форме Ну не важно Мы потом Обсудим Нет Жень Это Объясняется Очень просто А Ты И так В принципе Не против В смысле Как бы Ты и так Неплохо Платишь Да Какая разница Тебе 5 долларов Месяц Разницы Не сыграют Во-первых Во-вторых Ты людям Другим Продавай Ты с другими людьми Вообще Не разговариваешь Кому ты будешь Чего продавать Так что Тебе Это дофени А из-за каких-то Там У них в принципе У них Рейты Ну Не Комператив Знаешь Теперь Почему я не сказал Ему Что это Все Хуйня Это Потому что Вот Именно Этот Конкретный Вариант Это Не полная Хуйня Потому что Типичная Пирамида Она Зарабатывает На том Чтобы Перепродавать В смысле Чтобы Перепродавать Продавцам Да Это Типичная Пирамида Здесь На самом деле Они уловили Маленький Момент Когда Ну Как бы Ты хочешь Не хочешь Знаешь За электричный Загаз Ты по любому Платишь За телефон Ты прав Это постоянные Покупатели Проблема в том Что я В теории Это работает Я не уверен Как на практике Но в теории Как бы Это Чисто теоретически Это По идее Работает Вот люди Учитесь В Канаде Есть пирамиды Между прочим Они просто Сделаны Более легально И более умно Я Я тебе Скажу Я вчера Как раз Пошел Смотреть Все эти видео Вот А там Там не было Презентации С Трампом Нет Трампа После того Как После номинации Его начали Активно С веб-сайтов Удалять И видео Ну ты знаешь Как бы Сейчас это будет Президент А он как бы Участвует В пирамиде Это как-то Не солидно Понимаешь Поэтому его Быстренько Удалили Ну Блядь Никогда он Никого не наебал И все такое Конечно же Нет Мужчер президент Там маленький Шрифт Конечно Ты знаешь Подписано Что он чисто Офлачиваемый Актер Конечно Да Кусок говна Выбрали в президент И как бы Теперь надо его отмывать Ну не важно Вот Кто знает Может в этом куске Найдется бриллиант Возможно Вот И Короче говоря Там у них Интересная система Значит Чтобы получить Первый бонус Я досмотрел До первого бонуса Потому что Дальше Меня не особо Интересовало Что на первых порах Нужно сделать На первых порах Нужно подключить Продать Три сервиса И когда я говорю На первых порах Это Ваня Нужно сделать За определенное Количество Время И тебе нужно подписать В это же самое время Продать Три сервиса И подписать Двух других продавцов И каждый Из этих продавцов Должен продать По три сервиса Чем это Ваня Пирамиды Не наеб Я не знаю Нет Нет Почему Это абсолютная Пирамида Жень Это Это Когда смотришь На их А вот Наш Visual Aid В смысле Визуальная Репрезентация Как это работает Пирамида Наверху Стоит Наш CEO Потом Под ним Стоят трое Под каждым Из этих Стоят трое 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 Ваня Это не пирамида Это кон Как называется Кон Это пирамида Уйдется Жень Да Вот Но Не в этом Дело Самое смешное То что я Кстати сказать На ютубе Опять же Нашел Это то что После 13 По моему 13 или 14 Этих Итераций Да Ты найди Троих Каждый из этих Найдет троих И так далее Вот То После 14 Итераций Людей На планете Не останется Да Люди Заканчиваются Вот Неприятный Фактор Да Лимитирующий Бизнес Ну Как бы Понимаешь Я так Подумал Что Их Визуальная Репрезентация Того Как это Будет Работать Покрывает Как минимум 60 Процентов Населения Планеты Да И Все конечно Круто Но я не уверен Или 60 Процентов Населения Планеты Захочет Подписаться На Канадский Газ Ну я Я почему-то Блять Не уверен Конечно Телус Блять Это Охрененная Телефонная Связь Но почему-то В Европе Телефон Стоит Раз 8 Дешевле Связь Лучше Вот Конечно Он крутой Я уверен Что Очень хорошие Продавцы Смогут Даже Там Продать Но Блять Теперь Это все Остается Мне Я не знаю Как Миша Это Там А Вот Стоп Подожди Там Есть Один Маленький Момент Неприятный Понимаешь Чтобы Стать Продавцом Ты Должен Отвалить 500 Да Теперь Как мне Объяснить Человек Который Только что Спустил 500 Баксов Слышь Чувак Я только что Дом Купил У меня Ребенок Родился У меня Нету 500 Долларов Не Просто А с людьми Не разговаривать Не буду Перепродавать Не Буду Я вообще Их видеть Не хочу Если Найдешь Что-то Такое Где Можно Разговаривать С компьютерами Без проблем С людьми Нет Вот И все Жень Там Хорошо Даже Если Не упоминать Забудем На секунду Что это Все Пирамида И все Остальное Предположим Давай Опустимся До Самого База Даже Если Вдруг Ты был Ты был Достаточно Тупым Чтобы Поверить Что Это На самом деле Сработает Ты А С людьми Не болтаешь Б Ну У тебя Просто Очень ограничен Круг Друзей На следующей Крайне Ограничен На следующей Деле Алло Ваня У меня Вот Как бы Ну Как бы 500 баксов Вкладывать Во что-то Что За 500 баксов Я могу И сам Выпсед Сделать Ну Ну Блядь Да Как бы У меня В принципе Ты знаешь Я В принципе Был Не против Даже Той Кирамиде То Что Мне Джио Втирал Что Очень Похоже На То Что Этот Предлагает Не важно Вот Чего? Ну, 500 долларов, ну, понимаешь, у нас там административный, там, да. Я такой, чего? Я сижу такой, думаю. Так, подожди секундочку. Мы просто приперлись к какому-то пидоразу в бейсменте сидим. Они все себя строят в ХЗЧ. Замечательно. Ну, как бы, истории у них не мега как сходятся, ну, давай предположим, что я их купил. И теперь они мне говорят 500 баксов, кэшем. Все, конечно, понимаю, но это уже звучит как абсолютно наеб. Я вам верил вот именно до этого момента, да? Нет, нет, на самом деле, на самом деле, у меня было больше уверенности в том, что мне один бывший сожитель сказал, слушай, чувак, подкинь мне 500 баксов, я, короче, как ссы, куплю, блядь, я, блядь, за неделю тебе верну деньги. Я этому больше верил, чем то, что те сказали, подкинь 500 баксов, ты за месяц их вернешь. Как бы, по крайней мере, я знаю, что, если он только сам ее не вынюхает, по крайней мере, я смогу в итоге продать. Потому что, в конце концов, покупателя найду. В худшем случае я те же самые, даже если он хоть часть вынюхает, я все равно свои деньги верну. Потому что перепродать ее, по сути дела, да. Как бы, этому я больше верил, этому, чем вот тем. Ну, ты, короче, блин. Ну, там продукта нет, да, то есть ты дашь бабки, а где продукт? Да, 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 что мне на руки. Ну, вот мы тебе, блядь, сертификат сейчас отпечатаем, что-то, типа, зарегистрированный, блядь, owner. Чувак, я могу, блядь, пойти за 50 долларов себе напечатать сам сертификат, что я, что я, entrepreneur. Да, причем от своей компании, а не под вами. Ну, в общем, это еще впереди у меня, по крайней мере. Дядь Миша! О, дядь Миша! Не, ну, блядь, это уже, скажем так, если он найдет достаточно людей, честь теоретически, именно это, это... Там проблема. Я смотрел вчера видео на Ютьюбе, и обычно я не смотрю, то есть наеб и наеб, пирамида и пирамида, правильно? Бросили, прошли дальше. Ну, я решил немножечко ознакомиться. Там у них полный наеб. Первое, они тебе дают ограничения по времени, да? То есть, тебе ставят непомеренную задачу и ограничения по времени. Первое. Второе, у них там очень маленькая компенсация. Есть вообще какая-то компенсация до, по-моему, шестого или седьмого уровня. А к тому моменту ты уже понимаешь, что там, наверное, подпишешь пару-тройку провинций. Ну, да. С количеством народа. Третье, ты не можешь... И это интересный момент, который я не ожидал. Ты не можешь это дело рекламировать. То есть, ты не можешь пойти и купить Виндерстаре в газете, например, и говорить, пожалуйста, звоните мне, я продаю такие сервисы. У них по контракту ты не можешь это делать. И это меня, знаешь, совсем уже напрягает. То есть, по идее, ты продаешь сервис. Ну, это то, что они говорят. И ты не можешь делать рекламу. Это не можешь его рекламировать? Да. What the fuck? Вот. Ну, конечно, то, что у них сервис, естественно, не абсолютно, как ты сказал, не... Как это будет слово-то? Не конкурентоспособность. Да. Ну, это уже да. Ну, да. Они фактически перепродают УДжи. Он там перепродавал Телос и еще чего-то. Это абсолютно гонище. Там планы, абсолютное говно. Единственное, почему это вообще, как бы, звучит вообще в каком-либо, там, я не знаю, страшном даже сне, может, придумать, что ты этим будешь пользоваться, это если вдруг ты реально найдешь, блядь, 15 человек. Нет, подожди. Сколько это? Там 3,9, это 12 человек, которые подпишутся. Это все? Да. Если у тебя есть 12 человек, и ты их правильно, например, на это все дело подстрижешь, но при этом это 12 из твоих знакомых, которые потеряют по 500 баксов, чтобы у тебя был бесплатный телефон на, скажем так, что, год? Нет, пока не платят. А, пока не платят. А они с этого плана, блядь, слезут быстро. Да, то есть, если почитать по деньгам, это полный бред. Неважно. Короче говоря, мне это еще предстоит. Давай двигать к дяде Миша. Ага. Вот. Короче говоря, Ваня, уже прошло 3 дня. В общем, у нас... Эта неделя была короткая, ты знаешь, 2 дня мы не работали. То есть, я вчера не работал, сегодня не работал. Да, я помню корпоративный ММЛ еще. А. Еще тогда. Короче говоря, ты знаешь, я не знаю, как это описать. Я это поставлю так. Я пил уже несколько дней подряд. 2 или 3 дня уже пью каждый вечер. Я уже сказал Азизу, что я нашего... В медицинских целях. Да, в медицинских целях. Я... Я в понедельник нашего дорогого... I'm not a social drinker. Most of my drinking is work-related. Да. Вот именно. Я уже сказал Азизу, потому что меня это уже 2-3... Не, уже 3-4 уже на данный момент дня. Выносит мне мозги. Я в понедельник ихнего Давида, ихнего нового рекрута в Пилар, я его разберу на запчасти, порву нахрен. Так поебать на все. В смысле? Некоторые люди, вот я понял, что они просто уебки. Они квалифицированные, но уебки. Телек, квалифицированные уебок. Да. И как бы мне было... Я человек очень терпеливый. Со мной работает примерно так. Со мной все по жизни работает примерно так. Меня можно долго прессовать, 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 прессовать. Я буду терпеть, 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 терпеть. И потом, когда сорвет, это будет пиздец полный. Короче говоря, на этой неделе сорвало. Он сорвал мою гайку. Ну, то есть он там периодически срывал как бы другие гайки. Он там ходил, типа, знаешь, там... Стоит начальник главный. То есть как у нас группа работает? Как у нас работает, значит, вся наша разработческая среда? Половина пилара, половина раутвана. И, значит, с утра мы встаем, приходит начальник. Начальник, естественно, с раутвана. И мы все рассказываем, над чем мы работали. Над чем мы будем работать. И вообще, каковы статусы. И, значит, товарищ Давид, новенький пилар, рабочий, ну, он как бы там приходит и говорит, а вчера я ничем не занимался, потому что мне ничего не дали. То есть ссылаясь не то, что это его вина, что он как бы ничем не занимался. Нет, нет, это ему ничего не дали. Поэтому эта вина не его. Короче говоря, он так, знаешь, спокойно там ходил, бродил и кидал, скажем так, своих собственных пилар к рабочих под троллейбус. Коллег. Коллег, да. То есть там мир он кидал под троллейбус периодически. Нет, я думаю, это уже трамвай. Да, трамвай. А тут я не понял, что есть такое. Тебя, короче, здесь не было. Поэтому я вот сидел и ничего не делал. Ну, знаешь, вот такие вот комментарии. А тут я, тут сделал, было написано неправильно. Поэтому вот если бы ты правильно написал, я бы правильно сделал. А поскольку ты неправильно написал, я неправильно сделал. Вот. Так что, да, пиши правильней. Окей. И он, он, самое забавное, он мне почему-то, эй, он мне почему-то Виктора напоминает. Он мне жутко напоминает Виктора. Вот вы мне неправильно сказали, я неправильно сделал. Поэтому вы все, вы, это, это вот ваша вина. Да. Вот. И вот он, вот он тупо сидит. Последние три дня он занимался вообще какой-то хуйтой. Например, у меня был этот... Я в прошлом подкасте рассказывал в пятницу, что у меня был тренинг по безопасности. То есть я весь день сидел, тесты писал. И у нас как бы он и еще одна чувиха, им не надо было это делать, тренинг. И я пришел в пятницу и говорю, слушайте, в группе говорю, чуваки, вот у нас я, Чандра, мы сегодня весь день пишем тесты. А эти два свободных. Почему бы их вместе не соединить, они могут писать код? Он, блядь, надулся. Что он делал весь день? Он сидел там, писал C-код. Это какой-то отдельный тест для пилора, чтобы его взяли в команду по разработке автономных машин. По-моему, я это не должен был говорить, но не важно. Да, то есть, знаешь, он три дня на прошлой неделе нихуя не делал. Он сидел там, писал что-то свое. То есть, Раут Ван им платят за него, и он нихуя не делает. Помимо того, что нихуя не делает, он все время жалуется. Но до этого, как бы, он все время жаловался на кого? На миру. Мне делать нечего, это мира. Я допустил ошибку, это мира. Чтобы не так сработало, это мира. Азиза не было рядом, поэтому я нихуя не делал. Азиза куда-то ушел, поэтому мне не смог. И он, короче говоря, этих двоих под уже трамвай, знаешь, кидал. Ну, я как бы стою, у меня уже руки чешутся, я думаю, бля, сейчас я тебе, бля, расскажу, мальчик. Вот. Ну, и, короче говоря, на этой неделе, в понедельник, по-моему, дело было, ну, а там пришел, мы, короче, наш, я с одной чумихой, Чандрой, отдельно мы работали над двумя отдельными историями, но они как бы вместе должны были сойтись. Пересекаются, да? Да, так, очень плотно. Ну, они так хорошо разошлись. Вот, ну, как бы так, знаешь, я говорю, о, наверное, там будут какие-нибудь проблемы, смержем, траля-ля. Вот. Ну, короче говоря, он там сидит, как обычно, хуипинает уже. Он говорит, ну, и что, ты решать будешь? Я говорю, нет. Я говорю, когда проблемы нет, проблемы решать не буду. Ну, там будет проблема. Я говорю, да, ну, когда будет проблема, тогда я буду смотреть. Ну, окей. Вот. Короче говоря, по иронии судьбы, естественно, проблемы не случилось. То есть, мы все смержали вместе и под вечер ушли домой. Вот. Ну, оказывается, там потом гид умный, но недостаточно умный. Оказывается, там потом была небольшая проблема, но ее поймали тесты. Потому что, скажем так, там просто версионность не сошлась, когда мерзет гид. Параллельные ветки, которые очень плотно с друг другом обошлись. Вот. А ты там потом поменял название парк тройки файлов. Там может быть... Эй! Да! То есть, знаешь, это такая, знаешь, особо кривая ситуация, когда все звезды сошлись правильно. Вот. Вот. Ну, и, короче говоря, ладно. На следующий день я уже занимаюсь другой историей. мы сидим я, Азиз и наш архитект, я значит объясняю мою точку зрения по поводу почему там надо сделать так а не так, в общем мы там похерили 4 часа правду мы нашли не демагогии, скажем так это все началось с того, что я сказал что решение Азиза полно уебства у него это не очень хорошо прошло все это дело, пусть он как я высказал свое честное и откровенное мнение но я был он же все цел за откровенные отношения вроде как я высказал откровенное мнение что его решение уебства вот заметка на будущее будущим разработчикам не говорите такие вещи главным программистам вот хорошая новость в том, что я его смог в конце концов переубедить что мой подход был правильный вот и мы там короче 4 часа перетирали логистику как это нет, Жень, твоя логика возможно была правильной подход был абсолютно неправильный да, подход был неправильный надо было очень мягко намекнуть по ходу потому что не все люди скажем так напрямую могут принимать данные как я например мне может легко любой человек подойти и сказать это уебство и я скажу правда а как сделать лучше вот многие люди реагируют по-другому да иди ты нахуй мой дел осраный я прорастаз вот там у елок да обставка сделок и короче говоря мы там где-то целое утро перетирали решение Мишка вламывается дядь Миша вламывается в комнату такой я только у меня у меня ветки у меня ветки 4 конфликта в файлах у меня не подожди 5 файлов с конфликтами у меня 5 файлов в ветке в моей ветке 5 файлов с конфликтами такие все стоим окей знаешь и чё да чем мы тебе можем помочь конкретно я говорил я Жене говорил что там будут проблемы там будут проблемы ну я естественно такой стою окей там будут проблемы ну проблемы были замечательно а дальше проблемы у тебя проблемы у тебя не моя проблема короче он начал растирать по поводу того что блять вот этот я же говорил что проблемы будут а Женя мне сказал что я их решать не буду это не мои проблемы я блять ты был прав да что это не твои проблемы и ты их не будешь решать естественно я был прав он такой истопыженный такой блять и короче с того как он там стоял Ныл и на меня пальцем тыкал Тут у меня, блядь, сорвало Блядь, Ваня, у меня сорвало И этот стоп-кран уже не закрыть Я такой Первое, ты был неправ Проблем в мерже не было Второе Были проблемы при компиляции Кто их поймал CI-сервер Ты хочешь, чтобы я сидел И сам ручками мержил То есть ты хочешь, чтобы я Исполнял роль сервера Ты знаешь, у нас Есть отдельная машина, которая не занимается Уже, ты понимаешь? Вот, короче Я, блядь, на него сорвался Ну так, профессионально Он такой уже стоит У нас есть тесты И у нас есть диплоймент И у нас есть IT В чем проблема? Он такой уже стоит, смотрит Такими глазами, знаешь, как Машина выражается, как это Толинь на приближающейся Автомобиле Вот такой Ну, ну, нам Нам нужно Это че Больше Знаешь, как это Разговаривать Как это термин? Такой классный бизнес термин Да, что-то типа Communicate Collaborate Вот, collaborate I feel like there is not enough collaboration Вот, он сказал такую фразу Вот, и смотрит на меня И я такой и как бы Азиз такой и архитект такой я такой нам нужно больше коллаборейтинга вместе работать, да? да, я такой сижу такой знаешь, у меня просто, знаешь, отшибло мозги я уже сижу, он издевает? он тупой или он реально прикалывается? я такой да, да, будем больше коллаборироваться конечно, да, 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 будем будем вместе работать, да, абсолютно ничего, ага, без проблем, вольят да все в понедельник, я чувствую то есть мы работали там еще несколько дней на этой неделе она там опять, я сказал Азизу какого хуй он сидит, ничего не делает вот, он там начал что-то делать и опять я уже слушаю, из его этого угла доносится, что а то, что я его сейчас писать, что тоже они там сделали пол реквестом на один из их пол реквестов у меня уже 27 комментариев пол реквест не особо большой ну там файлов 12 от силы 27 комментариев ничего и как бы в понедельник, что он скажет он написал одну историю и имплементировал что-то, что по идее должно быть в следующей истории мира, она скажем так на детали не сильно обращает внимание поэтому, когда она истории пишет она часто клонирует истории знаешь, копий-пейс копий-пейс ну как бы окей вот, я уже слышу из его угла доносится это потому, что неправильные истории пишут я думаю я думаю, блядь в понедельник я его порву нахуй я его просто у меня стоп-кран больше все у меня нету ни доли уважения ни доли ни доли сострадания у меня больше ничего к нему не осталось знаешь, до этого у меня было как-то там сострадание ну, только что он пришел блядь он нихуя не знает нет, ну все время прошло блядь чувак например например я это заметил у него постоянно одно и то же говно то есть он стоит он приходит вот опять с утра да, я закончил свою работу но никто не проверил ее я такой встаю слушай, ты же знаешь что у тебя билд проваливается да? он такой а, да, да, да а, а да, поэтому никто не проверяет потому что у тебя не работает ход, блядь, мудила поэтому никто твое говно не проверяет ну, кроме походу тебя все остальные знают что твой код не работает а ты сидишь и только пальцем у других показываешь что никто твой код не проверяет а, я знаешь почему ты уже смотрел твой код который здесь же компилятор не пропускает, блядь ты что, издеваешься? да, блядь он походу действительно мудак он мудак но он пиздить очень любит он очень любит пиздить он может часами сеть пиздей о-о-о-о блядь я ёптя налево я ты знаешь, у меня у меня редко бывает что я кого-то хочу закопать уже три дня имеется ввиду с алкотерапией вань, иди нахуй а че это *** ха-ха-ха тоже бы не нашелся смотри какой брюхо отрастил а вот что значит не работает Да, я поражаюсь, конечно Серьезно, у меня просто Чувак Просто пиздец Так Новостей, в принципе, не особо много Поэтому можно к ним потихонечку перейти И поговорить По крайней мере, пару турок новостей Мы сможем точно пройти Только сначала возьмем перекур Ну там 40 минут, нам осталось говорить Буквально меньше 20 минут Я понимаю, давай все Хорошо, мы сейчас вернемся Так Первая новость Первая, первая новость ВАЗ ВАЗ-2107 ВУЗ ВАЗ, ВУЗ Нет, ВАЗ 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 Я, в принципе, Ване По-моему, некоторое время Сказал, что пора стирать эти нахуй Гугл-карты Да, ты уже, блядь, это самое Афишировал где-то так месяц Да, чувак, реально ВАЗ Мне намного больше нравится Я с ним Я им все еще пользуюсь И чем больше, тем лучше Вот Чем стало еще лучше ВАЗ Тем, что теперь у них есть этот Кларксон, Хамман и Мэй У них теперь есть озвучка В ВАЗе Да, я поставил Там в основном Почему-то говорит Мэй Там почему-то говорит в основном Мэй Вот Периодически Хамстер появляется Вот А Кларксон говорит только тогда, когда полиция Типа Полиция head Я удивлен Both hands on the wheel And pay special attention ВАУ Да Надо реально скачать Мне просто надо послушать Нормально Мне нравится Надо будет здесь Ты, кстати, не смотрел первую Первую Нет, еще Нормально Они там, по-моему, потратили 3 миллиона на Opening scene Да, то есть на начало Ну и сколько там Пикапов тойотовских Они разъебали в этот раз Пока ничего Они там суперкары делают Мне очень не нравится Это то, что мне не нравилось Топ-гири То, что мне не нравится сейчас Но это как бы У них такая тема И я не думаю, что я контингент И поэтому я не думаю, что я могу Жаловаться на то, что Они показывают всякие суперкары То есть они сравнивали Порш там какой-то Знаешь, гибрид Они Феррали Чего? Да, они сейчас все гибридные суперкары А То есть там Идет зарядка Потом у тебя идет Конденсатор Бросает энергию на колеса А, ну окей А они с трансмиссией Забирают энергию? Я не знаю где То есть там Там не рассказывают Это не то шоу Это шоу для пятилетних Мальчиков И девочек А, ну это уже Интереснее Ну, по крайней мере Такое расслабляющее Как бы, знаешь По крайней мере Что мне очень понравилось Вот Топ-гир Они как бы Когда Эти чуваки ушли В первом сезоне В первой серии Они как бы Это так Знаешь Статус-кво Ничего не изменилось Эти чуваки Они наоборот Они как бы Объяснили Откуда и что произошло То есть, знаешь Там Начинается классный Этот Открывается Эпизод С того, что Кларксон Выходит из здания Где-то в Лондоне Отдает свои Там карточки Знаешь Для входа Типа его уволили Ага Вот Берет такси И уезжает Как бы То есть, они Знаешь Не оставили Вот этот вот Пустой вакуум Что Ну, как бы Знаешь Да Да Вот И, конечно же Красиво Красиво Они все сделали Они все делали Красиво А формат шоу Абсолютно не поменялся Они название поменяли Вот Типа у них нету Теперь Тим Рейсинг Драйвер У них там есть Какой-то американец Который Там Я не знаю Над ним Издеваются Типа у них больше Стига нету У них есть Другой Там Знаешь Водила Вот Который Ну, он Как бы Не закрыт шлемом Он, конечно, говорит И все остальное Вот Да И тоже у них там Естественно У них Автодром У них теперь Не автодром Или У них там Не рейскорс У них теперь Есть Эбола Эбола Дром Они назвали это Эбола Дром Потому что Эта трасса Они откопали Старые Второй мировой войны Как это называется Взлетную полосу Вот Она так сделана Что она напоминает Наш Эбола Вирус Да Вот Поэтому у них Ебола Дром О, блядь Тролли Нега Блядь Мне нравится Вот И теперь у них Не новости У них новостей Теперь нет У них теперь Есть сегмент Типа О чем На улице Трахтят Вот То есть Они даже так Переименовали Все Все то же самое Но название Нельзя использовать Так что У них нету Новостей Пиздец На улице Вязов Вот А у них Теперь Эбола Дром Вот Жестко Жестко Наебали Походу Да Вот Ну да Подписывайтесь На Вейс Вот Все что я могу Сказать Помогайте Соседям Ой Блядь Это длинная Тема Фак Вот это вот Обсудить Мы ее Да Можно мы ее На следующий Подкаст Как-нибудь Переложим Сейчас у меня Компьютер проснется Да Предложили отказаться Оооо Анальный секс У нас хватит времени На анальный секс Ну конечно же Уже нет Хорошо Давай тогда Про анальный секс Это такая вещь Что всегда можно Найти минутку На это дело Вот Ваня Ты знал Что в Канаде Анальный секс Являет Фу блядь Все У меня уже пошло Называется Догнался Ты знал Что в Канаде Канаде Анальный секс Нелегален Нет Так Сейчас я объясню Что это значит Значит На пальцах Если вы Занимаетесь Анальным сексом С кем угодно Почти с кем угодно Там есть Там есть Исключение Из правил Если вы Занимаетесь Давайте Предположим Наилучший Консервативный вариант Если вы Занимаетесь Анальным сексом С вашей женой То Вас могут Посадить В тюрьму В Канаде По канадским Законам Потому что Анальный секс Запрещен В Канаде Опа Ваня Признаешься Анальным сексом Занимался? Нет Тебя Посадить нельзя Вот Подожди Подожди Геймаридж Разрешено А Так Это и есть Исключение Из правил Когда Другого Выхода Нет Я понял Исключение Это Когда Нет Другого Выхода Да Например Тюремное Заключение Служба В армии Я люблю Человечество Неплохо Да Я когда Я когда Нашел эту статью Я чуть не охуел Потому что У меня тоже Такая Стоп Давайте остановимся На секундочку Что? Подожди Один Все время Мы делали Это Правильно А что нам об этом Никто не сказал Оказывается Что для геев Есть исключение Из правил Вот Если ты занимаешься Женщиной Аманальным сексом Тебе лучше Убить геем Ок Без проблем Короче да Сейчас пытаются Тема Это всплыло Почему резко Все вспомнили Почему мы не занимаемся Сексом Потому что Кому-то Стало скучно Но не пытаются Закон это Отменить Ирония Просто судьбы Знаешь Когда вот Мне очень нравится Когда Как обычно Там в России Какое-нибудь говно Случается И все начинают Тыкать на Россию Пальцем Говорить Что там нету Демократии Ну там Не сильно нет Демократии Но это не важно Вот То В принципе Вот такие вот Моменты Пролетают мимо И когда на них Тыкут с другой стороны Пальцем Ты знаешь Становится приятно Потому что Сами идиоты Да Сами идиоты А что можно сказать Здесь Женщинам Конечно В этом плане Намного проще Женщинам В смысле Лесбиянкам В этом плане Намного проще Вот Им не обязательно Долбиться в задницу Вот Но Для других Иногда выхода Действительно нету Другого выхода Нету Вот видите Люди Как это правильно Звучит По-русски И запомните Безвыходной ситуации Не бывает Вот Для меня это было Открытие Я теперь жду Когда за мной придет Мне что-то говорит Что большинство Жителей Канады Рано или поздно Все-таки могут Посходить По этой статье В особенности После родов Рая That was just Tiny little bit More information Than I wanted Houston We got a visual Тупизм Не Я понимаю Как бы Знаешь Как бы Безвыходная ситуация Как бы Только становиться Геем Сейчас Что ли Да Государство У нас форсирует Становиться Геями Да Мне потише Зарегистрироваться Подожди А где можно Зарегистрироваться Что я гей В downtown У нас там есть LGBT office Оу Да Вот Так что Ну Сейчас будут Пытаться Справиться С этой Антиконституционной Статью Секции 159 Начало 90-х годов Да Дискриминация По половому Образу жизни Да Да Ну Как бы Надо будет Зарегистрироваться Чтобы Если что Ну Извините Я перепутал Дырку Я думал Это мальчик Оказалось Девочка Да Оказалось Девочки Я думал Мальчик Все такое Но Думал Все нормально Как бы Я Он Оказалось Она С кем Не случается Да Какая Пупа разница Вот Я тоже Так подумал Оказывается Закон Какие придурки Все-таки Валя Что ты будешь Блядь Чем больше Рожеву Я люблю Канаду Блядь Я люблю Канаду Да Я даже не уверен Что еще можно сказать Да Ну Как бы Да Здесь Знаешь Тебя могут Посадить За то Что ты Что сказал Против Королевы За то Может ты Занимаешься Нолем секса Но при этом Свадьба Геймс Разрешена Ой Блядь Спасибо Да Как я Пропустил Мо всем Блядь Я не знаю Только в Канаде Не Я В принципе Отчасти Понимаю Как бы Знаешь На севере Все-таки Надо Население Поднимать Там Я думаю Другого Пути нет Я на этой неделе На прошлой неделе Я После того Как выбрали Трампа Я перестал Смотреть новости Это реально Вот Тебе надо было Дойти до такого Чтоб ты перестал Да Я обычно По утрам Смотрю новости Но я Я понял В данный момент В своей жизни Я понял Одну вещь Простую Все это Полная Поебень Все Полная Поебень Да То есть Там Там Есть у нас Проблемы С климатом У нас Есть проблемы С загрязнением У нас Собачки Голодные Котики На ютубах Страны Да То есть Я Кстати На прошлой неделе Дал 20 долларов На пользу Собачкам Голодным Лучше мне дал Я сегодня с утра В смысле После обеда Ты мне написал Я так подумал Я действительно Еще Блин Ничего не жрался Вчера В смысле Позавчера Извините А то собаку Он кормит Тебе надо Коробочку С вылезом Сделать Помогите Безработному Программисту Во Вот Но я потом Семь думаю И чем больше На все это дело Смотрю Есть один Плюс-минус Уважаемый Мной человек Я бы не знаю Толком Я просто читал Его книгу Его зовут Питер Фил Один из Создателей Пейпала И он Кстати за Трампа Он ему деньги давал Много миллионов денег давал И так далее Вот И Я долго переваливал Почему Почему он Значит Почему он Там Шел за Трампа Возможно Там много Великих мыслей Почему И зачем И куда Вот Но Это Шаг к нему Ну да Это шаг к нему Потому что По сути Если ты ставишь Ставку на то Что все думают Выиграют То ты получаешь Маленький возврат Когда ты ставишь Напротив Да То ты проиграешь По любому Нет То есть шанс Выиграть Но много денег Знаешь Когда Ставишь на черную лошадку Вот И Я как бы Так смотрю На все это дело Все это Новости Такая полная Глиматия К тому моменту Как мы на самом деле Получаем новости Там Фактически Первое Это уже Прошлый день Второе Зачем Все это пишут Манипулировать Людьми Как мы об этом Чувствуем Не надо Пожалуйста Эта конспириция Четыре Опять Не начинай Это не конспирс Между прочим Это была Лекция На Девконе Которую мы успешно Пропустили Кстати Вот Как новости Манипулируют тобой Ну не важно Не Я просто На все это Смотрел Смотрел То есть Все эти эксперты Не отражают Никакой реальности Да То есть Я следил за всеми Этими выборами То есть Понимаешь Все эксперты Все эксперты Наши Все Пулы Женя Я тоже эксперт Ну и чё Говорили Что О Это невозможно Это не произойдет Это невозможно Булщет Конечно Абсолютно Полная хуета Вот И все это В конечном счете Создается Суть Если башни Пень Да Все Все это В конечном счете Все что я Свел Это К очень простой схеме Если я достаточно умный Чтобы сообразить Что Что происходит То нужно просто Пойти на следующий уровень Заработать дохуя денег И это делать самому Пусть там сидят всякие подкастеры На другом стороне Рассказывают про то Как моя компания Зарабатывает деньги Какой они хороший человек Как я чё Не так делаю Зачем Зачем быть На стороне получающих Лучше на стороне Выдающих Э Я просто так Об этом подумал Но нахуя Я могу Я могу Ты знаешь На самом деле По этот По тюремным Этим Законам Вообще Если ты выдаешь То ты в принципе Не гей Я вот так подумал С утра Заместо того Что пока Я готовлю себе Ешницу с утра Смотреть 20 минут новостей Пустых Которые тебе Объясняют Абсолютно ничего И тебе говорят Какую Как ты должен Чувствовать себя В этой ситуации В которой Тебя только что Поставили Нагнули И воткнули Вот Да Заместо этого Я могу спокойно Смотреть По утрам Какие-нибудь курсы Которые приносят Мне деньги Заместо того Чтобы смотреть И болеть За какое-то Говно Которое от меня Вообще Ни боком Ни рылом Ой А я думаю Это чисто Как знаешь Comedy channel Мм? Ну новости Ну да Можно так Воспомимо тоже Как бы Я их всегда смотрю Когда хочу поржать Типа Реалити шоу Еще чего-то Новости Цирк Шапитов Максим В той же самой категории Находится Да Рано или поздно Ты знаешь Я сейчас Да Когда-то Давным-давно Я сказал Что я никогда Новый Афон Не куплю Правильно Ты не купил Пока я еще Не купил Сейчас я сделаю Другую Знаешь Предвидение У нас У нас значит В городе есть Национальный парк Если ты не знал То у нас есть В городе Я не могу Это выговорить Но Аджибвей парк Аджибвей Да я знаю Про что ты говоришь Новый Афон Вот Его снесут Там поставят Мол Вот И это Национальный парк Потому что Город Виндзор Он находится Или подожди Не город Деревня Виндзор Мы всегда говорим Что это деревня Пусть будет деревня Деревня Виндзор Она как бы Самая южная Точка Канады И здесь Сосредоточены Своеобразные Животные Змеи Козлы И все остальное Которые только Присутствуют В этой Точке Региона Канады Больше нигде Всякие слизни Змеи Козлы И другие Твари Которых Нельзя Найти На севере Да Вот И это Национальный парк Он как бы Знаешь Представляет Вот такую Единственную Уникальную Флоры Фауну В Канаде В Америке Это говна Хватает Подай А что Насчет Остатка Виндзора Не знаю Вань Я не знаю Как этот Национальный парк Именно там Оказался Но он там Оказался В принципе И Виндзор Долго И Виндзор По написанию Тоже подходит Вот И сейчас Рядом С этим Национальным Парком Собираются Уже Который год Строить Большой Мультинациональный Мост Который Соединит Америку С Европой Да Америку С Канадой И будет Большой мост Если кому Хочется Пойдите Почитайте Почему это Очень важно Но это Очень важно И Этот мост Будет Строиться Как раз Очень рядом Да не очень Блять Рядом С национальным Парком Аджимвэй Вот Фактически Там где мост Уже сходит На канадскую Сторону Да И заканчивается Там как раз Начинается Уже построили В замечательную Трассу И Там рядом Стоит Прямо Прямо Примыкает К национальному Парку Естественно Когда вы Переезжаете Мост Что вам Первым нужно Сделать Это поехать Купить Больше Говна И Там места Особо Нету Кроме Национального Парка Там есть Еще другие Места Там люди Живут Там дома Стоят Будет Тяжелее Выкупить В особенности Дома 200 300 500 Долларов За дом 500 Тысяч Тысяч Вот Поэтому Значит Государство Посмотрело Национальный Парк И другие Коммерческие Организации Посмотрели Национальный Парк Подумали Национальный Парк Что-то бабла Не платят Да Он наоборот Бабла Потребляет А там Жаловаться Некому Туда Заходишь Там Действительно Ходят Всякие Там Животные Прыгают Все остальное Родители С детьми Гуляют Смотрят На животных Фотографируют На пятерина Давай Чтоб не ходили Вот Почему Просто Нахуй Все это Дело Не закатать Цементом И поставить Там Что Мол Потому На что Наше Общество Еще Горазно Кроме Какой Огромный Интернациональный Мол Поставить Рядом Правильно Мы же Соединяемся С Америкой Америка Это что Такое Один Большой Мол Да С огромной Афтестрадой От одного Мола До другого Вот И Мне Я Очень хочу Чтобы я Был Не прав Но я Чувствую Жопой Что они Блядь Этот Национальный Парк Все-таки Переделывают Под мол Рано или поздно Они его Перетрут Я надеюсь Что я буду Не прав Я Я хочу Чтобы я Был Не прав Я надеюсь Что я Буду Не прав Но что Он мне Говорит Что бабло Все-таки Победит Зло Вот Ты знаешь Это Как бы Да Это Была Такая Истина Крайне Да Иди там Блядь Выкайся Все Нахуй Вань Знаешь Когда Этот Шарик Посмотришь Блин Наш Хрустальный Шарик Посмотрим Это Там Просто Писание На стене Бабло Победит Зло Да Так что Ну что Здесь можно сказать Бабло Надо делать Вот И все Вот Чтобы победить Зло Это Не самое важное В жизни Но Если у вас Есть Если у вас Есть выбор Между Смотреть новости И зарабатывать Деньги Зарабатывайте Деньги Все это Остальное Хуйня полная Проводите Время Своей Семьей Учитесь Новым Скиллам Вот И Кстати Насчет Новых Скиллов Мне надо Блин Сам Машину Почистить В смысле Надо будет Интейк Перебрать Можно я Тебя В гараже Запаркуюсь Можно Поеду На твоей Машине Домой А что Да Просто Покатаюсь Все Они Катаются И я Покатаюсь Да Покатаюсь Я По-любому Не собираюсь Ты мне Только Сигарет Привези Потом Завтра 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 Суббота Ну Да А ты Когда Собираешься Вернуть Не Знаю У меня Я Пешком За Сигаретами Пойду Ты Что С ума Сошел Я Так Долго Не Планирую Обычно Так Люди Сегодня 25 Ноября Жень Мне Что Надо Мне Надо Чтобы Здесь Были Сигареты Пиво Интернет Компьютер У меня Есть А Так Блядь Это Без Проблем Так Люди 25 Ноября Пришли К нам Немножечко Денежку Сервера Все еще Не Оплаченная Так Да Так Что Пришлите Денежку Вот Хватит Грандить На плексе Так Что Давайте Блин Остегивайте Реального Рубля Да Надеюсь В следующей неделе Так Что Всем Любви Счастья И Заднее Слово Батарейка Бублик Все Любви Счастья Что Скажешь Нет Я Уже Сказал Бублик Все Счастья